Мы пошли по уже изученному более-менее пути, то есть то, как это делалось в Европейском Союзе. Система так называемая Cap and Trade, то есть ограничение торговли. Был составлен национальный план распределения квот на 2013 год. В него вошли 178 предприятий. Данный национальный план был утвержден постановлением правительства. И в настоящее время идет работа по выдаче этих квот и их соответствующих сертификатов. Торговля у нас будет производиться на биржевых площадках. На сегодняшний день объявлен конкурс на выбор товарной биржи. Где-то в начале августа эта товарная биржа начнет функционировать. И мы уже будем готовы проводить первичное размещение государственных квот для продажи третьим лицам. В конце июля завершатся все конкурсные процедуры. И в начале августа появится биржа, одна из многих, которая у нас функционирует, которая пройдет конкурс на отбор. И с начала августа мы постараемся уже начать эту работу. Вообще пик продаж и всей торговли мы планируем на осень этого года. То есть это будет где-то сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Национальный план предусматривает распределение по отраслям. Всего где-то порядка 147 с лишним миллионов тонн CO2-эквивалента, так называемых квот, подлежит выдаче. Сектора это энергетика, нефтегазовая отрасль, промышленность, металлургия. В той или иной степени, в большей или меньшей степени присутствуют разные предприятия, которые выбрасывают свыше 20 тысяч тонн CO2-эквивалента в год. Вот по этому нацплану мы сейчас действуем, мы выдаем эти квоты. Есть государственный резерв, квот, и те предприятия, которые по тем или иным причинам превысили уровень 2010 года, которым нужно, необходимо докупить квоты, чтобы не нарушить законодательство, мы их называем, так сказать, третьи лица. Вот они могут выйти на биржи и участвовать в аукционах на покупку квоты из государственного резерва. Государственный резерв составляет 20,6 миллионов тонн. Мы считаем, что его должно хватить, чтобы удовлетворить все потребности наших предприятий.